Друзья, всем привет! В этом видео буду делать распаковку, обзор и потестируем беспроводной микрофон от компании Kimofan, который предназначен для проведения мероприятий, интервью, караоке, проведения конференций, вечеринок и другого. Совместим этот беспроводной микрофон как с компьютерами, так с ноутбуками, планшетами, телефонами, различными аудиоустройствами, колонками, все переходники идут в комплекте. Пришел в таком пупырчатом пакете, стоимость его на Алиэкспресс составляет в пределах 57 баксов. Как обычно, ссылку на продавца я оставлю в описании под видео. Поставляется микрофон в таком плотном футляре, у футляра есть ручка, а также он идет на молнии. Давайте пройдемся по комплектации. В комплект поставляется ресивер, работающий на частоте 2,4 Гц, с торцевой части кнопка включения-выключения, разъем для зарядки microUSB, литиевая батарея уже идет встроенная в ресивер и общее время автономной работы всего беспроводного комплекта составляет от 6 до 8 часов. И подключается этот ресивер в разъем миниджек 3,5 мм, он идет 3-пиновый. Но если вы желаете подключить этот микрофон к телефону, то в комплекте идет специальный переходник и можно подключить в 4-пиновый разъем смартфона, планшета либо другого устройства. Еще в комплекте для ресивера есть дополнительный переходник формата 6,35 мм. И сам микрофон. В самом верху находится металлическая сетка. Под металлической сеткой расположен поп-фильтр. Ну и под ней соответственно микрофон, он идет однонаправленный конденсаторный. Сама же ручка микрофона выполнена из пластика. Вот эта вот вставка пластика идет типа софт-тач покрытия, а здесь идет возле кнопок управления такой типа глянца. На нем остаются отпечатки. И далее три кнопки, одна из них кнопка включения и выше кнопок расположен дисплей. Дисплей идет типа ЖК. Сама информация отображается белым цветом. Фон такой синий и такая белая подсветка. Если смотреть прямо на этот дисплей, то он идет нечитабельный. Если смотреть под углом, то информация отображается значительно лучше. По информации на дисплее отображается уровень сигнала, рабочая частота в герцах, ниже чувствительность. Можно регулировать кнопками минус либо плюс. Соответственно меньше либо больше становится делений. И уровень заряда. Дисплей не супер, но все же лучше чем никакого. Под углом в принципе информацию видно. Внутри микрофона есть две литиевые батареи, общая емкость которых составляет 1200 мА. Сам же микрофон идет неразборный. Автономная работа всего комплекта составляет от 6 до 8 часов. Заявлено от производителя дистанция работы микрофона от ресивера около 15 метров. И внизу микрофон расположен разъем для зарядки формата microUSB, а также разъем формата миниджек, вход в микрофон. Далее подробно расскажу для чего это нужно. Далее в комплекте идет зарядный кабель с одной стороны USB-A, а с другой стороны сразу два microUSB. То есть можно подключать и заряжать сразу ресивер и микрофон одновременно. Кстати время зарядки микрофона и ресивера составляет около 3-4 часов. Ну а время автономной работы как я и говорил от 6 до 8 часов. Еще в комплекте идет такая внешняя USB-звуковая карта. Возможно она кому-то нужна, если допустим на компьютере либо ноутбуке нет. Но это как правило обычная недорогая внешняя USB-звуковая плата, куда можно подключать и микрофон и наушники. И конечно же руководство пользователя. Кстати модель называется KM-G206B. Руководство пользователя идет полностью на английском языке. Оно идет полностью подробное как заряжать, как подключать к смартфону, как подключать к ноутбуку, как подключать к колонкам, аудио микшерам и так далее. А также отображаются технические характеристики, которые вы сейчас можете видеть на экране. Если более подробно и интересно, можете нажать на паузу и посмотреть. Параметры это все хорошо, но давайте послушаем как он записывает на практике. Подключим его к смартфону. Для этого мне понадобится вот этот переходник, если подключаем к смартфону. Теперь подключаю ресивер к смартфону. Микрофон определился как гарнитура. После чего включаю ресивер. У меня начинает мигать светодиодный индикатор и когда он уже светится постоянно, значит связь установилась ресивера с микрофоном. Далее чувствительность я на микрофоне кнопкой плюс накручиваю на максимум и начинаю писать без обработки, как меня слышно. Погнали! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Идет тест записи голоса на микрофон от компании Кимофан модель КМЖ206Б. Сейчас идет запись голоса полностью без обработки. Давайте послушаем тишину. Итак, друзья, как он звучит без обработки вы могли оценить. Я просто его подключил и выкрутил громкость на максимум. Уровень шума тоже вы могли оценить, он небольшой. Но тут стоит отметить, если вы заметили, первоначально я подключал к другому телефону Xiaomi Mi 9 Lite. И там уровень шума был достаточно высокий. После я подключил к телефону Xiaomi Poco X3 NFC и на этом телефоне все замечательно. То есть немаловажно, какому устройству вы будете еще и подключать. Поэтому это имейте ввиду. Но в принципе это правило работает для любого микрофона, чтобы хороший был аудио чип на оборудовании, к которому вы подключаете. Потому что из-за этого качество записи звука может отличаться кардинально. Ну и давайте наконец расскажу, для чего аудио вход у этого микрофона вот снизу. Если мы через стандартный Aux аудиокабель 3,5 мм, который не идет в комплекте, подключим его к телефону, либо к устройству, которое воспроизводит музыку, подключаем, а сам ресивер подключаем к колонке. И у меня передается музыка на колонку, а также, когда я говорю, это тоже передается на колонку. То есть под какой-то инструментал можно, грубо говоря, попеть. Итак, друзья, подведем итоги. Качество записи звука вы могли оценить и сделать выводы сами. Время автономной работы составляет от 6 до 8 часов. Подключить этот микрофон можно к различным устройствам. Все переходники идут в комплекте. Дистанция работы до 15 метров. Но еще раз повторюсь, качество звучания зависит еще от устройства, к которому вы будете подключать. Ну а на этом у меня все. Если видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком. Всем пока!